Доброе утро, дорогие преданые! Все славы Шиле Прабхупаде! Мы будем продолжать изучать Бхагаватамриту там, где мы остановились в прошлый раз, том 2, глава 4, мы читали стихи, которые были три сразу вместе, это стихи 213, 214, 215. В прошлый раз мы успели пройти только две из пяти страниц комментариев, поэтому сейчас мы продолжим там, где остановились в прошлый раз. ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАЯ ОМ НАЪМАНТИ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАФУДЕВАЯ ОМ НАМО БЊНТИ Перевод. Но есть и те, кто выдумывает некий новый образ и объявляет его Господом Харим, при этом считая образ отличным от Господа. Такие люди поклоняются Божеству, полагая, что оно всего лишь камень или какая-то другая материальная субстанция. Они не испытывают почтения ни к преданным Господу Харим, ни к живым существам в целом. Гордые своим поклонением, они нарушают указания Вет и самого Господа. Эти глупцы, низшие из преданных, не обретают обещанных результатов поклонения. Субтитры создавал DimaTorzok Намасle Saraswati Dewe Gauravani Pacharane Nirvasesha Sanyavaripasthachade Sitarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nithananda Siyadvaita Gadaar Harsri Vasari Gauravakta Vinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare На прошлой лекции мы говорили о двух важных концепциях, которые освящены в начале комментариев, которые мы успели пройти. Первое касается того, что Божество проявляется в соответствии со своим собственным умыслом и планом. Мы обсудили то, что Господь является независимым, и если Он пожелает, то Он проявляется. Каким бы то ни было образом, Он не пожелал бы проявиться. И обычно Его выбор происходит в связи с Его преданными, особенно если эти преданные поклоняются Ему должным образом, в правильном настроении. Мы обсудили многие примеры того, как Господь проявляется Сам, то есть примеры самопроявленных божеств. Он может выбрать определенную форму, в которую Он хочет проявиться. Либо же Он может проявиться, когда Его преданный призывает Его с помощью определенных мантр и таким образом устанавливать божество. И вторая тема, которую мы обсудили в прошлый раз, это стих, который процитирован из Шимад Бхагаватам, произвесенной Нарады Муни, и Он говорит о том, что преданные, которые особо дороги Господу, это те преданные, которые привязаны лишь к служению Ему и ничему больше. У них нет никакого материального имущества. Единственное их имущество – это преданное служение. Мы понимаем, что это значит, что все их имущество используется в преданном служении. Именно поэтому объясняется, что у Него нет материального имущества. Также мы осветили часть комментариев, в которых говорится о том, что происходит с теми, кто не проявляет должного почтения Башнау. Мы много говорили об этой теме. Одна из причин, по которой Господь начал проявляться в арчи-виграфе, был тот факт, что преданные перестали оказывать должное почтение людям и преданным, что уж говорить о людях обычных. Он здесь описывается, что люди, которые поклоняются Ему, очень горды из-за своего аристократического происхождения или своего богатства. они принижают кого-то, кто кажется им менее значительным, потому что он не обладает какими-то материальными достояниями. Он думает, что настоящее достояние – это только материальное достояние, как у меня, и он из-за своей слепоты духовно не может видеть достояния, которыми обладают настоящие Вашнавы, что есть любовь к Господу. Есть стих в четвертой песне, Шима Бхагаватам, где Господь Шива говорит Сати. Он объясняет, что происходит с теми, кто очень гордится своим имуществом, своим материальными достояниями, будь то их наследство, будь то слава, будь то богатство, что бы то ни было, чем они гордятся. Это ослепляет их и не позволяет им видеть качества Вашнавы. И Господь Шива объясняет, что из-за этой слепоты они не могут признать или увидеть, заметить качество Вашнавы. И он пытался объяснить Сати, что, к сожалению, твой отец очень горд, и он не может, он слеп, и если ты пойдешь туда, то будут определенные проблемы. Есть такой стих, в Шимат-Бхабхатам, я не помню точно санскрит, но там говорится, что они становятся слепы и не могут видеть. И здесь говорится, что даже если такие люди поклоняются Господу, Господь никогда не принимает их поклонения. И сейчас с этого момента мы начнем читать достаточно много. все последующие стихи, вернее, объяснения, комментарии, представляют собой описание различных примеров проявления стиха, который мы читали, это стих прохлада Махарадж. и все, что за ним последует, является различными объяснениями этого стиха и его значения. И стих был, Верховный Господь, Вечность Бога всегда полностью удовлетворен в самом себе. Когда преданный подносит что-либо Господу, эти подношения по Его милости совершаются на благо самих же пленов, ибо Господь не нуждается в том, чтобы Ему служили. Так, если человек украшает свое лицо, выражение его лица в зеркале тоже становится украшенным. Это стих из 7-й песни Шримад Бхагават 9-й главы 11-й стих. Сейчас мы продолжим читать комментарий оттуда, где мы остановились в субботу, и вы поймете, почему я снова процитировал этот стих. Скоро это будет ясно. Есть несколько вариантов истолкования процитированной высшей молитвы Прохлада Махараджа. Да, мы часто встречаемся с тем, что наши ачарии могут анализировать определенный стих с различных точек зрения, как это описывал Шрила Прохлада. И здесь, в этом комментарии, мы найдем несколько, мы познакомимся с несколькими такими точками зрения, с которых можно понять этот стих Прохлада Махараджа. То, что Верховный Господь полностью удовлетворен своими достояниями, означает, что Он удовлетворен ощущением великого блаженства. Несмотря на это, Он принимает подношения от разумных преданных. Будучи очень сострадательным Квайшнавам. Господь ради их блага поступает так, словно нуждается в их подношении и милостью его принимает. Несмотря на то, что не нуждается в них. Как только я прочитал это, мне сразу вспомнился пример. Я думаю, что много из примеров, но первый, который пришел мне в голову, это пример Господа Читания, который не отличен сам от Кришны. И как мы знаем, когда преданные каждый год путешествовали из Навадвипы в Пури, они приносили различные подношения и дары, которые они подготовили специально для Господа Читания. Они все готовили для него столько различных подношений, что я не могу их всех перечислить и даже вспомнить. Но все вайшнавы, они все, каждый из них приносили что-то и передавали Говинде. И Говинда принимал их подношения и оставлял в сторонку. И Господь по какой-то причине, по-моему, потому что он до сих пор принимал остатки Рагавера Джали. Рагава Пандик однажды послал огромный мешок подношений, которые приготовила Дамаянти. И Господь Читания отставил его в сторонку и каждый день из этого мешка немножечко брал и почитал. И более того, эти вайшнавы также приходили в Пури со всеми своими подношениями и дарами. Конечно, Господь Читания старался контролировать себя, показывать пример в Саньяси, который должен контролировать свои чувства. хотя мы знаем, бывали исключения. И Говинда отставлял все эти дары в сторонку и вайшнавы каждый приходили к Говинде и по очереди и спрашивали его, а что Господь подумал о том подношении, как ему понравилось. Ты же ему передал то, что я приготовил для него. И Говинда врал. Он был вынужден врать. Он просто изобретал разные небылицы и говорил, да, да, ему очень понравилось. Он должен был что-то сказать, потому что он боялся расстроить их, потому что они делали все это из огромной преданности. И однажды он обратился к самому Господу и сказал, ты должен помочь мне, пожалуйста. Сиди вайшнавы приходят ко мне и принеся подношения для тебя, они приходят ко мне каждый день и спрашивают, понравились ли Господу эти подношения, эти дары. И я выдумываю разные небылицы и мое положение очень опасные. И Господь Истанин сказал что-то вроде того, что ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что я могу сделать с этой кучей дорог. Потому что Говинда долго ему уже служил. И поэтому Господь Истанин сказал Говинда принеси мне все это. И Говинда принес все это в комнату Господа Истанин и этой еды, которая наполнила комнату, как описывается, было достаточно, чтобы накормить сто людей, сто человек. И Господь Истанин Говинда ставил перед Господом Истанин одно подношение с другим, например, говорил, вот Господь Истанин приготовил это подношение. Он спрашивал меня много раз об этом подношении. Я уже сказал ему, что ты принял его. И Господь Истанин съедал все без остатка. И так Говинда приносил каждое из подношений. У Говинды, наверное, была очень хорошая память, потому что он помнил, что каждый из преданных приготовил. Я уверен, у него не было какой-то базы данных, но так или иначе он это помнил. И поэтому каждое из подношений, которые он ставил перед Господом, желание ответить на любовь преданных, Господь съедал все без остатка. И так Господь действует так ради преданных, ради их блага. Конечно, иногда были случаи, когда Господь не принимал подношения к дельным. Есть целая история про Джагадишу пандита, но это отдельная история, я сейчас не буду ее касаться. Тем не менее, он принимает подношения разумных преданных, потому что он очень сострадателен, и ради их же блага он действует так, что принимает эти подношения, даже несмотря на то, что не нуждается в них. Мы можем также вспомнить, как он принял все на церемонии Анакута, когда он говорил «Аниор, Аниор». Господь проявился и говорил «Еще, дайте мне еще». И он показал, что сколько бы ему не давали, он оставался неудовлетворенным. «Еще, еще, дайте еще». Хотя он должен быть Атмарама и Аттакама самоудовлетворенным, но из-за качества характера, из-за милости к своим предам, он говорил «Дайте мне еще». И еще один пример. Говорится, что он не нуждается в ничем. Еще дальше говорится «С другой точки зрения, слова Ниджа-Лабха-Пурна указывают на то, что Господь становится полностью удовлетворен пурна премой, то есть достоянием, лабхой, которые обретают его близкие преданные Ниджа. Или же Господь бывает удовлетворен их поклонением лабхой, которую он получает от них. Поскольку чистые преданные исполняют все его желания, Господа не привлечают подношения от кого-то еще. Здесь объясняется, что он настолько самоудовлетворен, что ничто меньшее, чем премум, может привлечь его внимание. эта тема также подтверждается в читании Бхагавати, где объясняется, что Господь даже не бросает взгляд, даже не смотрит в сторону, как говорит Бриндаван Растакор, на подношение непреданное. то есть он настолько удовлетворен подношениями непреданных, что даже не смотрит в сторону подношения непреданных. Это еще один способ понять слова прохлада Махараджа, и мы пройдем дальше еще много различных точек зрения и различных вариаций объяснения этого стиха. Это удивительно. В конечном итоге, в конце мы дойдем до того, как Санатана Госвами будет говорить, что в действительности он принимает, все-таки принимает эти подношения, и почему он их принимает, то, как я это понимаю, что в конце концов он принимает из-за своей доброты, из-за его сострадания, ради их блага он принимает. И все это нисколько не противоречит совсем тем, что мы уже читали до сегодняшнего момента. Если преданный настойчиво продолжает стабильно приносить свои подношения, даже несмотря на то, что он не в правильном находится сознании, все равно в конце концов со временем Господь принимает. Несмотря на то, что сознание не то, Господь все равно из-за своего сострадания принимает. Он приведет много причин того, почему в конце концов принимает эти подношения, для того, чтобы помочь этому преданному прийти к нему. Потому что все же он преданный. Он может быть кармами шри-бактой, он может быть гьянами шри-бактой, у него могут быть смешанные мотивы в его преданном служении, но, тем не менее, он преданный, но так уж случилось, что это преданный низшего порядка, на низшем уровне преданного служения. продолжаем комментарий. Но не следует думать, что преданные, чье поклонение пока еще несовершенно, расходы на служение божествам деньги и прочие ресурсы, просто выбрасывают их на ветер. Другими словами, если кто-то услышит, что Господь ничего не принимает, то можно подумать, но зачем тогда предлагать это вообще? И затем снова они сделают неправильный выбор и проиграют. То потенциальное благо, которое они могли бы получить, они тоже теряют. Если бы они предложили и даже Господь не принял, то они бы получили благо, но сейчас они ставят себя в тупик. И если вот об этом говорится, что не следует думать, что преданные ничего поклонения пока еще не совершенны, расходы на служение божествам деньги и прочие ресурсы просто выбрасывают их на ветер. Как бы человек не поклонялся Верховному Господу, результат в любом случае будет для него благом. Атмане. Проклад Махараш приводит следующий пример. Прекрасные черты человека, включая и благоприятный знак, силы у него на лбу, естественным образом отражаются в зеркале вместе со всем его обликом. Но красота отражение лишь подобие изначальной красоты человека. Аналогичным образом и ритуальное поклонение лишь подобие чистой преданности. Поэтому преданные материалисты не достигают главной цели преданного служения чистой любви, ибо Господу не доставляют особого удовольствия их подношения. Такие люди получают лишь материальные блага. Здесь в примере, который приводит Проклад Махарач, говорится, что черты лица человека, украшенные тилокой и другими украшениями отражаются в зеркале. Конечно же, как бы он не нанес тилоку, он может нанести тилоку не очень ровно, не очень аккуратно. И если он так нанесет тилоку, то именно это он увидит в отражении. Другими словами, если очень красиво ровно нанести тилоку, то отражение также будет выглядеть красиво и неопрятно. Но если он в попыхах неаккуратно нанесет тилоку, то отражение будет соответствующим. Другими словами, он получит то, что он вкладывает. И здесь говорится, красота отражения это лишь отражение красоты человека. Точно так же это лишь подобие изначальной красоты человека. Точно так же ритуальное поклонение лишь подобие чистой преданности. Господу не доставляют особого удовольствия подношения непредных, поэтому они получают лишь материальные блага. Мы говорили уже о кармах Мишрабактах и Гьяна Мишрабактах. Есть стих в Бхагавагите, который говорит о таких преданных. Там описываются четыре вида людей, которые обращаются к Господу, это страдающие, любопытные, те, кто нуждаются в богатстве и также те, кто являются мудрыми. Наши ачарии описывают, что первые три типа это карма Мишрабакты. Они стремятся к какому-то плоду, но и они обращаются к Господу, чтобы достичь этого плода или результата. Пример, который приводит Шилабхактивинода Такура, Бхакти Татва Вивеки, описывает различные примеры, например, Гаджендру. Гаджендра приводится как пример страждущего человека, страдающего желудочувствием. Он поклонялся Господу, он вспомнил молитвы, которые возносил в прошлой жизни и запомнил. Он стал возносить эти молитвы, даже не осознавая, кому они назначались. И Господь явился гаджендру и отрезал голову крокодила и так освободил Гаджендру. И Бхактинот Такур подчеркивает, что даже если человек избавляется от страдания, это еще не делает его квалифицированным для практики Бхакти. Он просто получает освобождение от страдания. Но что делает его квалифицированным для практики Бхакти? это количество Сукрити. Сукрити это приходит в общение с преданными или с самим Господом. И благодаря этому общению интенсивность желания служить Господу увеличивается и его решимость увеличивается. И хотя Гаджендра избавился от страданий, и именно этого он и искал, но одновременно с этим он получил больше Сукрити благодаря общению с Господом. И в результате этого, когда он получил даршин Господа, он очень сильно захотел служить ему. Из-за этого общения, из-за этого контакта с Господом желание освободиться от страданий больше не было главным определяющим фактором в его сердце. Он избавился от этого желания, и он обрел больше Сукрити и стал квалифицирован для практики Бхакти. То же самое относится к любопытствующим живым существам. Приводится пример мудрецов Наймешарани во главе с Шаунакой и Риши. Они обратились к Сути Басвами. И они сами были в страхе приближающейся калиюги. Они знали, что калиюга своим приходом приводит к тому, что кармической деятельности самой по себе становится недостаточно для существования и процветания. И они стали спрашивать у Сути Госвами, что является настоящей дхармой, которой нужно сейчас исполнять. Какая дхарма является самой благоприятной для каждого. И они были любопытны, и они проявили свою природу любопытства перед Сути Госвами. Их любопытство было удовлетворено Сути Госвами, и в результате, благодаря общению с Сути Госвами, они получили достаточно сукрити, отбросили желание проявлять свое любопытство и захотели понять суть послания Шрима Бхагавжа. И благодаря общению с Сути Госвами, они стали квалифицированы к исполнению бхакти. Дается пример этот это был пример любопытствующих людей. Дальше приводится пример Дру Махараджа, который желал богатства. Дру Махарадж, как мы говорили уже об этом раньше, я не буду упускаться в подробности, он определенно обладал такими желаниями, которые мотивировали его служить Господу. Инарадум не увидел это в нем. Его желание состояло в том, что он хотел обрести царство лучше, чем царство его отца, его деда, и он даже хотел, чтобы у него было царство лучше, чем царство его прапрадедушки. Почему? Потому что он хотел отомстить своему отцу, своей матери и своему мачехе и своему сводному брату. Таковы были его желания, но в ходе такого поклонения он пообщался с Нарадумуни, благодаря чему он обрел возможность встретиться лично с Господом. Даже в тот момент, когда он обрел даршин Господа, извиняюсь, даже когда Нарадумуни дал ему совет о том, как он может встретиться с Господом, Друм хорошо ответил, что извини, но твои советы не подходят мне, потому что я кшатрия, и все, что ты сказал, до сих пор никоим образом не удовлетворяет мое сердце. Моя мама сказала, что я могу найти Господа здесь, в лесу, поэтому, пожалуйста, дай мне прямой метод, который поможет мне встретиться с Господом и попросить Его об исполнении своих желаний, потому что именно это была Его мотивация. Итак, Нарадавуни дал ему мантру омному Бхагавате Васюдевая, он инсуировал его в эту мантру, он дал ему метод поклонения Господу, Господь явился перед ним, и затем, когда Господь явился перед ним, к тому времени он уже потерял все желание обрести это царство, несмотря на то, что раньше он хотел его, он понял, каким же глупцом я был, я искал какие-то куски разбитого стекла, но теперь я нашел самый драгоценный камень. Не буду обсуждать все подробности, но по сути Друва Махарадж, когда Господь пролил на него все свои благословения, Друм, Господь ссылался на все желания, которые были в сердце Друва до этого момента, такие желания, как царство и месть его родственникам, но в ответ Друм Махарадж сказал, что единственное, чего я хочу, это общение своими преданными, получив этот дар Шен Господа, когда он начал возносить молитвы Господу, это было единственное, о чем он просил, позволь мне общаться с твоими преданными, но в ответ Господь сказал, хорошо, Друва, ты получишь царство, ты будешь править столько-то лет, и твой брат погибнет, его убьют, твой сводный брат, и твоя мачеха пойдет за ним в лес, будет искать его, и сгорит в лесном огне, и Господь говорил только о предыдущих желаниях Друва, и никак не отреагировал на его последнюю просьбу, которую он только что вознес Господу, о том, что он хотел общаться с преданными Господами, и ушел, Господь удалился, и Друва Друва остался в полном отчаянии, и он очень сокрушался, и он думал, что, наверное, Господь подумал, что я просто лицемерно это говорю, ничего не сказал о моей последней просьбе общаться с его преданными. Конечно, Господь косвенно отреагировал на его просьбу, потому что стал его привратником, и после того, как он Друва должен был править этим царством 36 тысяч лет, то ему предстояло получить планету Друва-Локу в этом мире, и Господь стал его привратником на этой планете. Так или иначе, у него было достаточно сукрити, он потерял свои желания обрести богатство, и благодаря этому сукрити и общению с Господом, затем он стал коалифицирован практиковать чистые бхактики. И пример четырех кумаров дается как пример гьяна-бхакт. Они были привязаны к имперсональной концепции понимания Господа. Мы уже много говорили о них в наших лекциях по приходу к Бхагаватамрити, и мы знаем, что в конечном итоге, просто испытав, просто почувствовав аромат цветков туласи с лотосных стоп Господа, они также обрели достаточно сукрити, чтобы потерять всякую привязанность к имперсональной концепции и привязаться к Господу. До тех пор, пока в сердце остаются эти смешанные желания, это что? Это то, что Бхагдинот Тахура объясняет в Татва Вивеке, говоря об этих четырех предметах, примерах. Пока остаются такие желания, смешанные желания, преданный не обладает квалификацией практиковать чистую Бхагдин, потому что чистая Бхагдин может проснуться в сердце только тогда, когда у человека есть вера, Шрадха в чистой Бхагдин. Когда такая вера просыпается, то человек становится квалифицированным чистой Бхагдин. В связи с тем, о чем мы говорили, только что некоторые поклоняющиеся, преданные не обладают достаточным количеством Сукрити, они не получают общения с Господом или с переданными Господами, потому что в их сердцах до сих пор остаются эти материальные желания, и Господь исполняет их. Они получают то, чего хотят, но они не получают чистой Бхагдин. И что они обретают по сравнению с чистой Бхагдин? Это абсолютно незначительные вещи, которые они обретают. Я слышал недавно лекции Шила Праупада, он приводил пример, если мы обратимся к очень богатому человеку, который может дать нам с легкостью миллионы, и мы просто просим несколько монет. Он давал такое сравнение, что неразумные люди делают точно так же, обращаясь к Господу, который может дать самое великое благословление, чистого, беспримечного, преданного служения, и он хочет дать это своим преданным. И Шил Праупада рассказывает историю. Это была история, которая женщина, которая носила на своей голове большую связку дров, и она не могла продолжать нести ее, и она ставила ее на землю. в конце концов она стала взывать Господу, Господи, Господи, помоги мне, пожалуйста. Поскольку она так сильно кричала и взывала к Нему, в конце концов, Господь пристал перед ней и сказал, что ты хочешь? Она сказала, Господи, ты можешь, пожалуйста, поставить мне обратно эту связку дров на голову, чтобы я могла донести ее? Шил Праупада использует эту историю как пример глупости, с которой иногда люди обращаются к Господу и просят что-то абсолютно незначительное. У нее был шанс в присутствии Господа попросить его что-то гораздо большее, но то, что она спросила, пожалуйста, помести мне эту связку дров на голову. К сожалению, есть такие глупые, преданные, которые довольствуются тем, что Господь ставит им связку дров на голову. Поэтому, как здесь говорится, материалисты, поклоняющиеся не достигают цели чистого преданного служения, чистой любви, потому что Господу не доставляют особое удовольствие их подношение. Такие люди получают лишь материальные блага. Лучше мне стоит продолжить читать комментарии, потому что я даже еще одну страницу не прочитал. Еще один вариант, как можно понять молитву Кохлада. Хотя Господь очень милостив, Он не принимает поклонение неразумного человека, которому недостает духовной мудрости и который поэтому поклоняется Богу ради собственных эгоистичных целей отмане, а не для удовлетворения Господа. Но почему же такие люди, чтобы достичь исполнения своих хорестных желаний и поклоняться Богу? Потому что не делая подношение Господу, они не смогут достичь своих целей. Точно так же, как зеркало не может отразить украшения, если они отсутствуют на лице. еще один способ понять этот стих. Они думают, ну, как там этот стих из Четанчири Тамбрита? Я его цитирую постоянно. Когда мой преданный занимается моим преданным служением, но хочет при этом материального достояния, он подобен глупцу, который по собственной воле отказывается от амброзии, и пьет яд. Зачем мне давать этому глупцу материальные достояния? Лучше пусть он... Я заставлю его заниматься преданным служением мне, и поэтому я удовлетворяю его желание таким образом, чтобы он получил то, что хочет, но никогда больше ко мне за этим не обращался. Это стих из Махи Лилы 22 главы, где Господь Четанин наставляет. дает свое наставление. Итак, человек думает, я хочу получить это, я хочу достичь этого, и поэтому именно поэтому я занимаюсь поклонением Господу. Вот такая мотивация бывает у людей. с другой стороны, мы продолжаем читать комментарии, тут еще несколько точек зрения будут, приготовьтесь. С другой точки зрения, это хороший комментарий, и сострадание Верховный Господь принимает все, что разумный преданный предлагает Ему. Но если это поклонение преследует корыстные цели, результат его будет лишь подобием того, который мог бы быть. Так, красота, отраженная в зеркале, лишь подобие подлинной красоты. Вместо того, чтобы достичь подлинного успеха, обрести чистую бхакти, преданный новичок получает лишь какое-то мелкое вознаграждение. Только поклонение, совершаемое с одной единственной целью, достает удовольствие Верховной Личности Бога, приводит к сокровищу према-бхакти. Тогда преданный достигает Шри Вайконхи или другой обители Господа, и получает возможность лично лицедреть его участвовать с ним. Это другое, это не тот, который я думал, но здесь говорится, что Господь из своего сострадания от разумного человека будет принимать его подношение, но если оно предлагается с каким-то корыстным желанием, то он получит лишь отблеск или подобие отражения, и только предложив что-то для удовольствия у Господа, можно получить настоящее сокровище према бхакти тогда преданно достигать Шри Вайкунхи или другой обители Господа и получать возможность лично общаться с ним. Возможен и другой вариант истолкования, поскольку всемогущий Господь, верховная личность, и так полностью удовлетворен своими достояниями, ему не нужны подношения джив материалистов. Но даже если у Господа нет причин принимать такое поклонение ради собственного удовольствия, почему бы не принять его для блага поклоняющегося? Ответ и вот еще одна причина здесь приводится. Почему бы ему не принимать это для блага тех, кто ему поклоняется? Ответ таков, отвергая подношение глупца, который даже не может понять, что является благом для него, Господь в действительности проливает на него милость. Видя разочарование и тревогу того, кто потратил деньги и силы на ритуальное поклонение, лишенное преданности, Господь милостиво игнорирует его поклонение, чтобы побудить материалиста прекратить свои бесполезные старания. Вот еще один способ понять этот стих. Почему он не дает им настоящее благо и успех? Почему он не принимает их подношения? Потому что человек начнет думать, что я столько вложил своих кровно заработанных денег в это подношение, и что я получил вообще в итоге? Я ожидал, что получу гораздо больше. И тогда, что здесь говорится, что Господь милостиво игнорирует его поклонение ради его же блага, чтобы они разочаровались в этом и в своем разочаровании, тревоге, они получают его милость. Господь милостиво игнорирует такое поклонение, чтобы побудить материалиста прекратить свои бесплодные старания. Конечно, кто-то может сказать, но если он получает материальное благо, то он получает то, чего искал. Но бывает так, что он не всегда получает свои материальные блага. Нет гарантии, что Господь всегда их дает. Иногда Господь дает их, но даже если человек получает эти материальные блага, в конце концов теряет их, и это становится причиной еще больших страданий для него, чем когда он еще не достиг. Сначала он горевал о том, что у него этого не было, потом он это обретает и затем страдает еще больше, чем до того, как обрел это. Потому что этот плод, как правило, даваемый полубогами, это Авиди Пурвака, он совершается без надлежащего понимания. Они получают плоды в свое поклонение, но поскольку они неправильно поклоняются Господу, их плоды все временные, но поскольку они временные, он думает такой поклоняющийся, подождите минутку, я столько вложил в это, почему я в итоге остался с носом и все потерял, почему я не получил то счастье, которое ожидал, и тогда он еще больше страдает, чем до того, как когда он страдал, еще не получает. И так Господь не дает им в акте, он дает им все это материальное, временное, так, чтобы они в итоге так разочаровались, что они подумали, зачем я делаю это все снова и снова и снова. Это милость Господа, когда он поступает так, потому что в результате люди думают, я должен уже стать поумнеть. И действительно Господь, будучи в сердце такого человека, Он помогает им в надлежащее время обрести больше разума. Или, как в случае с Гофу Кумаром, он вмешивается. Еще одна точка зрения. Я хочу попытаться сегодня прочитать этот комментарий, поэтому простите, если я буду больше читать и меньше объяснять. Я потом подведу итог и все объясню. Кто пытается поклоняться Господу, может быть неразумным, а ведуша в том смысле, что не знает правил поклонения. К примеру, совершая жертвоприношение, он может причинить вред невинным животным. Должен ли Господь все же главный из тех, кому поклоняется, вознаградить и такого преданного? ответ остается тот же. Господь, Верховная Личность Бога, Всемилости, вознаграждая совершающую жертвоприношение, он тем самым поощрял бы подобные ритуалы и так навредил бы животным, уготованным на заклание. Здесь не нужно никакого объяснения, здесь и так понятно, что он Всемилостью, так зачем же ему поощрять такого рода жертвоприношения? Это было бы поощрением убийства животных, которые неоправданно приносятся в жертву ради этих жертвоприношений. Поэтому вот так проявляется его милость. Или же другой способ понять этих будучи довольным собственными достояниями, Господь не принимает подношений ни для самого себя, ни для своих преданных. Причина в том, что материалисты не слишком разумны, а Господь очень добр. Как правило, человек не знает точно, пойдет ли ему во благо его подношения к Верховному Господу. Он просто продолжает трудиться в невежестве, с великим трудом, собирая необходимые для поклонения предметы. И, несмотря на это, Господь, которому нестерпимо видеть все эти хлопоты, отказывается принимать поклонение такого человека, таким образом проявляя свое беспримерное сострадание. Снова. он отказывается принимать такие подношения. Он видит, через какие страдания и хлопоты они проходят, чтобы сделать эти подношения, и продолжает трудиться в своем невежестве, собирают необходимые предметы, и снова он из своей милости отказывает им, нет, я это не собираюсь принимать. почему? Потому что в конце концов такие люди могут прийти к более высшему пониманию. Как Шила Прупада приводил пример, что те, кто поклоняется Кали, когда они приносят жертву животное, то подразумевается, что они повторяют мантру богини Кали, в ухо животного, и в этой мантре говорится точно так же, как я убиваю тебя сейчас, ты можешь прийти в следующий из моих жизней и убить меня. И они снова и снова повторяют это в своем поклонении богини Кали, убивая этих животных, и подразумевается, что такое произношение такой мантры в конце концов приведет потому, что человек однажды задумается, скольким животным я уже такое говорил, может быть, мне нужно как-то пересмотреть метод моего поклонения. Это то же самое, что Нарадамуни говорил про Хинобархишату, когда тот производил свои корыстные материальные жертвоприношения. Он сказал, «Посмотри в небо, видишь всех этих животных? Все эти животные являются животными, которых ты приносил в жертвоприношениях, и они все придут за тобой и отомстят тебе». В конце концов, если человек обретает милость Господа или преданного Господа, то он может прийти к реализации, понять, что я уже достаточно долго, слишком долго этим занимался. Может быть, мне стоит пересмотреть метод своего поклонения? Я что, привязан к этому плоду, что готов снова и снова быть убитым этими животными? Неужели это того стоит? Поэтому вот это и является милостью Господа, что они столько через такие хлопоты и трудности проходят, а он отказывается принимать эти подношения. То же самое объяснялось в том, что когда в предыдущем параграфе таким образом Господь проявляет свое беспримерное сострадание? Как есть ли смысл обычному человеку пытаться поклоняться Господу? Кто-то может задать такой вопрос. Услышав все это, вообще возникает вопрос, стоит ли обычным людям поклоняться Господу, если он ничего не принимает, и я ничего не получу от него? ничего по-настоящему устойчивого, то в чем смысл тогда? Именно об этом и говорит стих прохлады Махараджи. Здесь говорится, что хорошо, когда вы поклоняетесь Господу. Это подобно примеру с украшением лица вы получаете благо. То есть, Господь говорит, что вы поклоняетесь ради своего же блага. То есть, здесь есть скрытый мотив, который предлагает прохладу. Он говорит, что если я буду украшать себя, то отражение будет также украшено, и в итоге я получу благо. Именно этого я и хочу. Вот что я преследую. И таким образом, давая эту аналогию, прохлада Махараджи уговорит, что вы получите благо, вы получите благо. Поэтому человек, который с таким настроением поклоняется, он не понимает всю суть поклонения. Если он при поклонении думает, как я получу благо, то это неправильное настроение. Нужно думать о том, как Господь получит благо. Так вот говорится, так есть ли смысл обычному человеку пытаться поклоняться Господу? Да, такая попытка принесет пользу, ибо в конечном счете приведет его к конечной цели, тогда как другие усилия не дадут ничего. Это суть этого стиха. Человек с широким разумом, будь у него очень много желаний, будь у него вообще никаких желаний, или желания освобождения, в любом случае он должен поклоняться всеми способами Господу, потому что благодаря этому поклонению, в конце концов, Господь очистит даже самое нечистое место, и поэтому даже если у человека есть нечистое сознание, в котором он поклоняется Господу, даже если у него есть нечистые мотивы, если он стабильно будет продолжать свое поклонение, то в какой-то момент что-то неминуемо произойдет. Результат придет, плод придет благодаря такому стабильному поклонению, даже если человек полон материальных желаний. Итак, эта попытка принесет пользу, потому что в конце концов она приведет к конечной цели, тогда как любые другие в силе ни к чему не приведут. Красота человека, отраженная в зеркале, это его красота, а ни чья-нибудь еще. Если нет этой изначальной красоты, не будет ее и в зеркале. Иначе говоря, тот, кто стремится к предному служению, должен попытаться удовлетворить Господа, пусть даже попытки его будут несовершенны. Нет иного способа достичь совершенства жизни. Последний абзац этого комментария. Есть еще один вариант изтолкования молитвы прохлады. Будучи другом и господимом всех живых существ, Верховный Господь доволен пурно, когда Его преданные достигают успеха, ниджи-лабха, и Он таким образом получает возможность с любовью общаться с ними. Или так, это то, о чем мы говорили намного раньше в наших лекциях. Мы много обсуждали эту тему, когда мы еще были в присутствии Вайкунханадхи. Гопа Кумар выражал Вайкунханадху, как очень счастлив он был, как он ждал так долго. Вайкунханадхи. говорил Гопа Кумару. И мы описывали различия между Господом Навайкунхи и немножко забежали вперед, говорили о том, как Кришна принял Гопа Кумара в отличие от Господа Навайкунхи, как в каком экстазе он был и как он в этом экстазе потерял сознание, увидев Гопа Кумара. И есть еще один реван с толкованием молитвы Прохлада. Будучи другом и господином прабух всех живых существевых от монах, Верховный Господь доволен, когда его преданно достигает успеха, и он таким образом получает возможность с любовью общаться с ними. Или так, хотя Господь уже полностью удовлетворен, а благодаря чистым преданным все желания его исполняются. Не принимает ли он подношения и отмене разумных людей? Разумеется, принимает. Тем самым отступая от своей обычной манеры поведения, и он на все готов, чтобы принять их поклонение. Почему? Потому что он всемилостивый. Если бы он не стал принимать подношения тех, кто поклоняет, с ними, эти люди никогда бы не смогли достичь желанного успеха. Пока дживы не будут предлагать Верховной Личности Бога все, что могут, они не получат никакого подлинного блага. Если Верховный Господь милостиво согласится принять поклонение, преданный постепенно достигнет высшего совершенства, даже если поклонение это не свободно от свердни, и в ближайшие сроки приносит лишь самые ничтожные плоды. Здесь говорится о том, что мы уже обсудили. Даже если поклонение это не свободно от свердни, и в ближайшие сроки приносит лишь самые ничтожные плоды, если Верховный Господь милостиво согласится принять поклонение, то преданный постепенно в какой-то момент достигнет высшего совершенства из-за своего стабильного поклонения, даже обладая нечистым умом. Он постепенно продвигается к высшей цели, когда Господь принимает его подношение. Если Верховный Господь милостиво согласится принять подношение, это приведет его постепенно к достижению высшего совершенства. Мы говорили об этом в предыдущей лекции вчерашней, когда описывали объяснение Шилу-Бхатчинот о терпении. Он объясняет, что кармия хотят чувственных наслаждений, гьяни хотят освобождения, и бхакты также ожидают определенного результата. Они хотят наслаждения Кришны, его удовольствия, Кришна, но достижение этого результата удовольствия Кришны иногда не приходит так быстро. Поэтому иногда мы можем наблюдать, что те, что находятся на пути бхакти, становятся терпеливыми, теряют терпение и оставляют свою садху, но бросают ее из-за нетерпения. Поэтому бхактинот такой объясняет, что обязательно на пути садханы иметь терпение. Это означает, что преданный должен быть полностью без тени сомнения, быть уверенным, что придет день, когда я обрету милость Кришны, однажды придет день, когда я обрету его милость, будь это через 10 лет, будь это через 100 лет, через 100 жизней я буду все равно продолжать свое поклонение. И тогда Шилбхтинот такой подводит итог и говорит, что такого рода терпение абсолютно необходимо для преданного. И так постепенно плод придет, если человек будет стабильным, в своем поклонении, даже если изначально он совершается несовершенным образом. Кришна так добр, так милостив, что он всегда удовлетворит нужды преданных, которые пытаются достичь его, даже если у них есть еще нечистые желания в сердце. Я часто привожу в связи с этим объяснением терпение Шилбхтинот такура. Я часто привожу пример Мухунда о том, как Господь также очень сильно проявляет свою доброту тем, что может щелчком палец изменить судьбу преданного. когда Мухунда услышал от преданных, что Господь сказал, что Мухунда увидит его лишь через миллион рождений. Мухунда впал в такой экстаз, потому что у него было столько веры в слова Господа. Все, что он услышал, это было начало предложения, что он увидит Господа, и он даже не услышал окончания, что это случится через миллион рождений. Все, что он услышал, все, что имело для него значение, это, что он увидит Господа, и он впал в экстаз от слов Господа и стал танцевать в экстазе, и поскольку он без конца танцевал в своем экстазе, Господь, зная, что Мукунда обладал полным преданием и полной верой в его слова, он сказал, не помню, кому именно, по-моему, это был Шривас, он ему сказал, «Пойди, скажи Мукунде, чтобы он пришел, я хочу увидеть его». И так 10 миллионов рождений сократились до нескольких секунд по милости Господа, который находится в сердце и знает, какой верой обладает преданный в слова Господа. Здесь мы остановимся, я слишком долго уже сижу, и вам придется простить меня, я встану ненадолго, повторю немного жабы, и те, кто бы хотели остаться, вместе повторять, то через 4-5 минут я вернусь и вместе с вами немного повторю жабы. Здесь мы остановимся. Чай, Сри, Кришна, Четания, Prabhu, Нитянанда, Си, Двей, Дага, Дархар, Си, Ва, Си, Гау, Ра, Бхакта, Виндар. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Призы предоставители. Hare 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 Кришна, Кришна, Хри, 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 Рама, Хри, Рама, 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 Хри, 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 Кришна, Хри, 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 Рама, 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 Хри, 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 Х Кристота 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 Крис Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hary, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare,​ Hare Krishna, Hare Krishna Krishna,inestera, Krishna Hare, aside, Hare… Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Государfind, Hare Hare,​ Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,όσade, tarkу frustус 것이 в ф avons религиозах, Визуализацию РАМА, 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 РАМА РАМА Рамо Рамо Рама Рама, Харива glimpse о таких小時ях Италии. хри хри период хри рам ари рама 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 рам рама хри hari вот хри харь говорит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Дима Торзок